О переезде говорить пока рано. Хозяин дома на пути строящего Серпенского проезда высказался по поводу расселения. Накануне стало известно, что Владимирская мэрия купила для семьи Кишовых другой дом. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы пообщаться с хозяином. Правда, главы семейства дома не оказалось, но он согласился пообщаться с нами по телефону. Андрей Кишов в новом доме уже побывал. Этот коттедж находится в районе детской больницы. Причем площадь предложенного здания больше площади нынешнего. Но при этом у хозяина дома имеются пожелания к мэрии. К слову, с Андреем Кишовым наш телеканал общался еще в 2017 году. Тогда жители домов в районе будущего Рыпенского проезда, мягко говоря, не были в восторге от перспектив переезда. Причем еще за год до съемок Андрей Кишов купил здесь старый дом с землей, чтобы построить новое жилище. В мае месяце я продал квартиру свою, свою собственность, жилплощадь, на которой мы проживали с детьми, я проживал с детьми. И чтобы начать строительство, плюс мои накопления, для того, чтобы начать строительство нового дома. Деньги уже на данный момент вложены, подрядчики уже оплачены. В 2020 году во Владимире началось строительство Рыпенского проезда. Спустя два года появилась информация о проблемах с расселением жильцов дома на месте будущего участка автодороги. А на последней пресс-конференции глава региона дал понять, людям перечислена компенсация, а расселение будет проходить через суд. Людям уже перечислена компенсация 10,5 миллионов рублей. Ну, понятно, что людям как-то и обидно, и они не готовы, может быть, к этому. Но, тем не менее, там много чего было снесено, и время подготовиться было. Ну, наверное, правда. К слову, об изъятии земли и дома для муниципальных нужд и необходимости выплаты компенсации сообщал и областной суд. У Кишова изъятый земельный участок и жилой дом для муниципальных нужд с выплатой возмещения за изымаемое недвижимое имущество с учетом убытков. Выкупной цены в размере более 10 миллионов рублей. Но теперь стало известно, компенсация все-таки оказалась не в денежном выражении, а в новом доме. Приобретен дом для расселения граждан с Орпенского проезда в этом же микрорайоне. Сейчас идет оформление документов. Горадминистрация направила во Фрунденский райсуд ходатайство с предложением заключить мировое соглашение. При этом Андрей Кишов пока о переезде из дома на Орпенском проезде говорит так. Первый говорит о том, чтобы переехать, уехать, дом снести, все остальное. Так будет ли заключено мировое соглашение? 30 октября должно состояться судебное заседание по делу. К слову, еще в сентябре, как сообщало правительство области, Орпенский проезд был готов на 89%. А завершение его строительства, несмотря на то, что дом помеха еще не снесен, намечено на четвертый квартал этого года. Алексей Домнин, Руслан Павлухин, Шестой канал.